Я буду говорить о том, что я чувствую, буду говорить о том, что я вижу. Конечно, это мое видение, я человек. Я буду, естественно, говорить свое видение и свое слышание того контакта, который есть. И я просто вам скажу, что очень многие сейчас снимают видеоролики о том, как отличить бесов от ангелов и так далее, то есть как это сделать на канале в YouTube. И почему-то многие считают, что если мне эта информация нравится, то это ангел. Если мне эта информация не нравится, то бес. То есть очень многие так считают, что умели все с собой. На самом деле отличить все еще проще. А так как мы все люди разные и у нас разные представления о добре и зле, будем так говорить, о том, что является светом, а что тьмой. Поэтому, естественно, один человек скажет, что для меня это ангел, а другой скажет, что для меня бес. Но есть ли какая-то универсальная, объективная возможность отличить? Да, есть. И она лежит вне мнений людей. Как отличить беса от ангела? Если дух, которого пригласили, говорит о любви ко всем, о повышении вибрации, если он лишен агрессии и осуждения кого-либо, в том числе себя за какие-то поступки и так далее, то есть это дух, он никак не может быть бесом. Потому что для беса любовь как обжигающий огонь. Как только Григорий Распутин пришел, он говорит, я очень рад, что меня пригласили пообщаться. Я отвечу на ваши вопросы. С интересом, да. Есть информация о том, что ты сейчас воплощен на планете Земля? Я еще не воплощен, пока не собираюсь. Я пока нахожусь в духовном мире. И так как я ангел-целитель, я прихожу к своим контактерам, как вы это называете. И через них, ну как исцеляю людей, учу их исцелять людей, направлять свои энергии на Земле. На Земле более-менее постоянных 250. Я представляюсь как ангел-целитель. Это уже не важно, кем я была. Это сейчас моя сущность. Когда я сейчас рассказываю о своей жизни, я рассказываю об одной из ролей. Ну вот как актер рассказывает об одной из ролей. А сейчас моя сущность другая. Эти картины сейчас проплывают передо мной, но у меня к ним уже не такое отношение, как я была в жизни. Ты действительно был блудливый? Потому что очень многие историки пишут о том, что ты очень любил женщин и очень много с ними проводил время. В пьянствах и в распустах. Извини меня, конечно, но... Я когда это услышал впервые, я очень как удивился. И вот у него как с обидой такое смешанное чувство. Потому что моя Прасковья, супруга моя, она была очень чистой женщиной. И меня пугало, что эти слухи дойдут до нее. И она меня оставит поверить им, как поверил Иларион, монах. Но она не поверила. Она сказала, что она этому не верит. Если бы я был плодником, оставаясь в браке, Бог отвернулся бы от меня из-за обмана жене. И мои молитвы не были бы целительными для всех. Поэтому я был чист перед Богом и совестью своей. И то, что говорили, я люблю проводить время с женщинами, я их исцелял, их и их детей. И молился о них. Кроме молитв, у меня были методы исцеления, лечения травами. И я лечил их тем, что они ходили в баню, потом пили чай с медом и травами. И также я пользовался, как вы это называете, народными заговорами. Но я это делала только в случаях, когда нужен был быстрый эффект. Моей энергии хватало, чтобы сотворять мыслеформу к вашим. Сильные такие мысли. А насчет пьянства я скажу так. Я православный человек был. И я большую часть дней в году держал посты, когда держали все православные. Вы ведь знаете, дорогие друзья, что в году православного человека больше постных дней, чем скоровных. И вину разрешено в пост только в незначительных количествах, в особые дни. А все остальные дни только должна быть простая скромная пища. И я этого придерживалась, потому что я верю в православие. И я соблюдал их, как правило, играйберов. Вот в исторических фактах есть момент, когда жена твоя говорила, что... Когда говорили о том, что ты блудил, она говорила, что его на всех хватит. Что она имела в виду? Там вырваны ее слова, то есть, ну вот как, из того, что она говорила. Она говорила, моего внимания хватит, потому что ко мне действительно приходили люди, много людей. И когда я жил в Петербурге, там уже были и дочери мои, и сын мой там был. Жена, правда, занятая своим делом, она посещала меня всего лишь раз. Но дети бывали часто. И она видела, сколько людей приходит. Они как в очереди у меня сейчас показывали. И поэтому ей говорили, что вот внимание, как бы его хватит на всех. И я действительно принимал больных, лечил их и давал советы по изменению образа жизни, питания. Да, так же, да, хорошо. Давал советы по молитву. То есть, чтобы они ходили в церковь, каялись в своих грехах и не отчаивались, что они грешат. А чтобы они просили Бога прощения. И чтобы они не винили себя. И чтобы они соблюдали, как правило церкови, свои веры, в которой они родились. Это я им говорил. И мои дочери были со мной очень часто в моем доме, где я жил в Петербурге. И неужели бы я позволил себе при них проявить непристойное поведение и похоть в отношении женщин, зная, что они точно расскажут своей матери. Благодарю, Григорий. Да, еще раз извиняюсь за эти вопросы. Но потому что этих вопросов пришло очень много. Говорят, что ты принадлежал к секте холосты. Действительно ли это так? Нет, никакой секте холосты я не принадлежал. Проводили два раза расследование мои неприятели. И это было серьезное расследование из привлечения прокуроров и священного как синода. И плюс как церковь. Было два дела заведено. И они все закончились ничем. То есть они ничего не доказали. Ух, холостов. Я сейчас расскажу, что это. Это секта, при которой люди берут плеть и бьют себя. Бьют, чтобы наказывать свою плоть за ее желание. И когда они бьют, у них возникает особое состояние души. Они уже не чувствуют ударов плети. И как выходит из себя. Они не только бьют себя, они еще при этом как молятся. То есть это у них такое поверье, что именно так можно прийти к Богу. И эта секта, ее активные участники, очень легко распознается по следам от плети. В этом состоянии сознания они не могут бить себя так осторожно, чтобы не оставить следов. Поэтому меня осматривали неоднократно представители церкви и медики. И если бы я был хлыст, это доказали бы. То есть на мне не было никаких следов. Благодарю, Григорий. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, кто такие масоны? Да. Ты к ним относился? Нет. Это группа людей, которые, ну вот как они, не то что против, он сейчас почему-то говорит, как вот из Франции. Это такая вот как вот группа людей, как революционеры, только они революционеры в церкви. Ну как в церкви, а в духовном мире. И среди них были церковницы. То есть переделать веру, веру государства, то есть это как революционер. Я понял, благодарю. Подскажи, пожалуйста, не знаешь ли ты, сохранились ли части твоего тела где-нибудь в музеях в России вообще? Нет, не знаю ничего об этом. Тело мое, а сколько мне говорили мои ангелы-наставники, я отключился от тела, я уже его не чувствовала, я пошла в духовный мир. И дальше я им не интересовался, но ангелы-наставники мои, консультанты, они мне сказали, что оно уничтожено по причине зависти. Вот вопрос у людей, воскрешал ли ты мертвых? Нет. Ну я молился за людей, которые были в тяжелом состоянии, и они возвращались в жизнь. То есть вот как выздоравливали. Ну как, не могли вставать говорить, вот как болели чем-то. И вот он о них молился несколько месяцев, вот он говорил, вот он показывает какую-то женщину. И они, ну вот как выздоравливали, приходили в себя, хотя им никто не давал никакой надежды. И я когда молился, я не просто молился, я представляла этого человека. И я представлял, как Бог, ну вот как, да, вокруг него стоят ангелы, как исцеляют его, вот как свет посылают. И я ему посылал мысли на свой свет, и это моя молитва, это было как заряженная моя энергия, ну как мысль, которая помогала этому человеку выйти из состояния болезни. Но если его срок жизни был закончен, он все равно умирал. Спасибо тебе огромное.